Здравствуйте! Начинаем очередной ролик из цикла проба пива. Сегодня у нас на пробе пива продукция местной пивоваренной компании поморские. Изготовителю Старая Слобода это пиво Бобров, это известная в регионе Марка. Пиво царское, именно царское, не царское, а царское. Элитное пиво темное. Оно заявлено как непастеризованное, фильтрованное, без консервантов. Экстрактивность начального сусла 18%, алкоголь 5,9%. Состав пива вода, солод ячменный, хмель, пивные дрожжи. В качестве солода, здесь использовано несколько сортов солода. Это я посмотрел на сайте, где есть краткая аннотация этого пива. Пиво продается в фирменных магазинах Бобров. Выпускается в таре 0,5 литр, литры 4, 5 литров бочонок и кеги для разлива. Попробуем продукцию нашего местного пивзавода Архангельской области. Открываем бутылку. Чувствуется аромат сразу, что добавлено. Какие-то сорта хмели, аромат есть. Берем кружку. Кружку возьмем опять такую большую. Попробуем посмотреть, как у нас... Ну, что сказать. В этот раз у меня пиво при наливе пены большой шапке не дало. Однако, шапочка пива все-таки есть. Пузыри мелкие, сверху есть крупные. Есть выделение газа по всему объему пива. Чувствуется аромат пивной, хороший такой. Пиво действительно темное. Заявлен коньячный цвет. Ну, я бы сказал, что оно больше темно-коричневое. Так как оно у нас не пастеризованное, то немножко есть муть. Хотя написано, что есть фильтрация. Но вот я фильтрацию тут все равно не полностью прозрачное. Темное пиво. Ну, честно говоря, я ожидал, что данное пиво будет немножко поинтереснее. В принципе, для темного сорта, тем более для такого сорта, как заявлен, премиальное элитное пиво, так прямо и написано, элитное темное пиво, качество будет получше. В принципе, качество для темных сортов здесь не дотягивает до высоких стандартов. Честно сказать, продукция фирмы Бобров, марки, торговая марка Бобров, как-то сдала в последнее время свои позиции. Если раньше пивоварня Бобров была как бы флагманом Архангельской области, ее знали за пределами регионов, она получала многочисленные медали на различных конкурсах пивоваренной продукции, была представлена на рынках Санкт-Петербурга и Москвы, то сейчас поставки в Питер, Москву практически сошли на нет. По количеству магазинов в городе их стало значительно меньше. Больше стало выпускаться рядовых сортов, а такие сорта есть только в фирменных магазинах, и то не всегда. То есть как-то у них вот пик, популярность, пик славы как-то уже пройден. Поэтому сейчас у них уровень уже немножко пониже стал. Ну что сказать, в принципе, если когда будете посещать Архангельск, можете попробовать данный сорт пива как продукцию местной пивоварни, как местную экзотику, которая не продается в других регионах. Как крафтовое пиво, я считаю, что это не крафт, хотя и заявлено, что это как бы базируется на рецепте 1700 какого-то года, но на самом деле это современный полностью рецепт. Название царское, а не царское. Существуют две версии, что в честь немецкого региона Саар, просто одна буква опущена, либо искаженное слово ЦАР, царское. Насколько правы обе этих версии, я не могу сказать, потому что они обе есть в интернете. Как на самом деле это обстояло, мне неизвестно. На этом заканчиваем сегодняшний выпуск. Пиво, можно сказать, не натягивает до четверки, но как продукцию местного производителя, для ознакомления записи в коллекцию, что вы попробовали данное пиво, можете поставить галочку. Всего вам доброго. Смотрите наши выпуски. До следующих выпусков.